итак добрый день уважаемые подписчики и зрители стартап шоу меня зовут иван и сегодня я примерю на себе амплуа нового ведущего стартап шоу челлендж тур ставьте лайки подписывайтесь на канал делайте репосты и вот и обязательно жмите на колокольчик и сегодня нас гостях александр поставить директор по развитию фонда иди . ру александр приветствую вас привет сергей ручьев инвестор вице-президент российской ассоциации криптовалют и блокчейна по цифровой интеграции александр расскажите нашим зрителям задачи вашего фонда на девятнадцатый год и что нужно сделать стартапу чтобы попасть к вам ух на девятнадцатый фонд у нас задача одна заработать как можно мучить денег да мы такие прагматичные а вот а если мы будем по стратегию то мы сейчас активно взаимодействием другими фондами мы продвигаем на рынок новый продукт которого нет еще в россии это называется он называется маркетинг дилейдженс что еще что нужно сделать стартапу чтобы к нам попасть ему нужно начать собирать раунд найти лидирующего инвестора и тогда мы соинвестируем если нам будет интересно как-то так понял принял сергей вы нас частый гость какие интересные проекты вы планируете в новом году провис искусственным интеллектом которые как раз позволит улучшить сельскохозяйственные вопросы да то есть в нашей стране то есть могут подсказать что сильно определенных участок земли и как из этого вырастить наиболее эффективные с точки зрения экономики с точки зрения пользы продукт например да то есть история связанная уже с некими приложениями для детей то есть обучающих английским языком опять же на основе искусственного интеллекта обучающие программы в спорте тоже тренировочные соответственно чемпионатах на уже выступлениях на соревнованиях искусственный интеллект творит чудеса и безошибочная где-то даже с предсказанием будет давать или на рекомендации или фиксировать те или иные параметры проведи прохождения матча вот мы фокус видим именно в проекты связанных с искусственным интеллектом и в новом году я думаю результаты этого инвестирования заставить себя ждать это будет реальный проект с хорошими показателями роста и самое интересное что с крутыми всякими изобретениями которые будут доступны людям и улучшит их уровень жизни в круто а теперь мы переходим к основной части нашей программы и на связи у нас первый стартап добрый день опа и ваня и ваня и венчурный венчурный инвестор основатель стартап-шоу и мой непосредственный чайник мечтаете об идеальной сидящей рубашке но стандартный крой не подходит наша уникальная технология умная мерка лучшее решение создайте свою рубашку всего в три клика раз заходим на сайт рубашка на заказ точка ру 2 выбираем понравившуюся модели рубашки 3 вводим всего три свои мерки и система автоматически выдает оставшиеся параметры вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки рубашка на заказ точка ру подчеркнем вашу индивидуальность на раз два три николай ходу flybrick летающий кирпич эта система для строительства стен из штучных материалов из кирпича из силиката и так далее значит flybrick вот такой робот это не не просто робот эта система для строительства у нас две модели но проблема известна это ручной труд строительстве очень тяжелый труд требующий многих рабочих миграция рабочей силы в том числе и так далее да и про спрос я чуть позже скажу продукт сам в двух у нас видах один для заполнения наружных стен каркасных монолитных зданий второй для строительства коттеджи со стенами на которые потом опираются перекрытие значит вся система нами продумана разработаны чертежи в настоящий момент мы изготавливаем прототип здесь вверху видны фотографии тех деталей и стендов которые мы изготовили вот это февральские фотографии мы надеемся что у нас к маю будет готов прототип и в апреле мы начнем работу по предварительным заказом на сегодняшний день у нас есть заявки из польши из словакии по той стоимости нашего робота и в общем то есть отзывы в том числе значит компаний которые занимаются арендой и продажей высотных подъемников для строительства значит вот такой у нас робот это это как раз модель которая заполняет наружные стены кирпичом все детали которые здесь не отображены на этом видео они все разработаны в том числе материал для адгезии кирпича друг другу значит наш робот работает со всеми видами материалов это и с кирпичом и с газосиликатным блоком и с силикатным блоком и с крупноформатным керамическим блоком по команде по команде нашей замечательной значит но здесь если будет интересно посмотрите презентацию мы определили рынке мы сотрудничаем с заводами производителями материалов в том числе в европе и исходя из этого мы знаем сколько материала продается где и сколько платят каменщикам зарплату рынок в общей оценке наш на это полушария два с половиной миллиарда зарплаты в год это наша команда это я значит артем у нас занимается искусственным интеллектом потому что у нас все таки не просто рука это у нас система и она умеет действительно строить по чертежам а дмитрий ответит на все финансовые вопросы пород мы по инвестициям по их возврату михаил лысов у нас отвечает за про за развитие продаж в россии александр у нас работает в европе он сейчас там работает он именно занимается тем что строят там дома и коттеджи и знает отлично рынок и у него как раз собраны предварительно предварительные заказы на нашего робота и у него есть карта каким образом развивать продажи в европе значит по поводу готовности я вам рассказал это материалы с которыми мы готовы работать значит конкуренты конкуренты у нас их нету потому что все кто пытается что-то подобное создавать во первых все это разработки в основном и во вторых они создают все таки не систему строительства они пытаются создать руку которая в общем-то будет заниматься кладкой самый крупный из тех кто пытается что-то подобное создать это австралийская компания фазбрик роботикс которая активно собирает деньги шлет мне презентации свои каждую неделю отчеты а в общем-то но то что придумали мы это совсем другая стоимость совсем другое распространение совсем другие веса и совсем другая система эта система строительства в общем-то я рассказал коротко все что мы хотим мы хотим иметь партнера видеть партнера который значит принесет нам 70 миллионов рублей за пять процентов и согласиться с нашим road map и поднимет двойную тройную прибыль от этой от этих вложений в тени месяца которые сейчас мы делаем для того чтобы создать прототип мы делаем на собственное средство заработанное и это несколько замедляет наше развитие но мы в общем то в состоянии будем мы сами это сделать наверное но если у нас появится партнер мы сможем активизироваться на этом все я вас понял так александр ваше мнение ваши вопросы добрый вечер во первых у меня такой вопрос сколько стоит вообще создание прототипа и сколько стоит создание розничной модели мы смотрите мы на сегодняшний день потратили 5 миллионов рублей собственных значит и еще для того чтобы создать прототип который будет действительно работать нам нужно около 7 миллионов рублей это то что касается действительно то есть фактически вот фотографии которые он представлял это все готово это все в руках пощупать это все на заводе так вот около 7 миллионов рублей мы считаем для того чтобы надо делать все эти электронные штучки которые мы разработали частично испытали и для того чтобы это действительно там есть моменты с последним с укладка кирпича там есть адаптивное управление вот эти моменты что доработать нам 7 миллионов рублей а вот для того чтобы выйти на рынок нам на самом деле необходимо как раз наверное оставшаяся сумма которую я назвал в плане инвестиции потому что нам нужно создать сервисный сервисный центр и технически в европе и в общем-то реклама и многие другие вещи мы даже больше не а прототипе волнуемся сколько а правда рекламе я вас понял а вот вы еще говорили что конкурентов толком нет но есть там пара компаний которые что-то подобное делают но на моей практике я часто замечаю что если ко мне приходят проекты говорить что у нас нет конкурентов значит либо они рынок не проработали до конца либо они делают что-то не то что что не нужно но мне кажется что эта штука нужная гипотетически строительство будет полезной отсюда вопрос вы прорабатывали рынок каких стран только европы или штаты тоже смотрели смотрите мы сегодня здесь спорили на эту тему у меня была фраза как раз о том что у нас есть конкуренты а вот и потом мы вдруг поняли что вообще говоря они не конкуренты то есть они действительно занимаются тем же самым они кладут кирпич с большим трудом кладут вот эта компания fastbrick robotics они на базе caterpillar это громадная машина который пиллер сейчас вышел из проекта значит они создали такого робота вы в интернете найдете вот очень красиво это замечательно но они до сих пор ничего не могут собрать и я даже боюсь их называть конкурентами еще почему да потому что я думаю что они очень быстро рухнут я считаю их продукт в общем-то но построен неправильно и то что они собрали это превышает то что нужно вот вторая компания из америки в америке на самом деле кирпичной кладки очень мало вся кирпичная кладка сосредоточены в европе если вы посмотрите мою презентацию там все очень подробно расписано по анализу продаж заводов которые как раз занимаются продажи этих продуктов и вот основной конкурент fastbrick как раз сотрудничать с одним из ведущих европейских производителей производителей венербергер на сегодняшний день да которые в россии производят 70 процентов керамики и европе в общем-то основную основную часть компания конструктор констракшен роботик сша она действительно начала строить у них очень тяжелый робот он весит полторы две тонны они сами строители они сейчас у них установочка дороже наш примерно в пять раз они выходят на рынок великобритании потому что там очень любят кирпичный кладок а каменщикам по 50 лет в основном есть масса проблем но были попытки на базе робота кука казалось бы как просто все что берем робот кука у него и он и замечательно он на стендах ложек николай пищи там большой это зарин за ваш комментарий то что мы услышать мнение сергея мнение я бы вопрос задал то есть вот я когда смотрел некую визуализацию то есть там цементные растворы незаметно подается там просто кирпичик ложил он как-то срастался со стены до бесцементной технологии укладки что ли как цементная технология когда шла демонстрация сказал что все эти вопросы здесь на ролике просто не показаны но они у нас проработают и проработанные существуют у нас существует две технологии для адгезии одна для раствора вторая для полиуретана подачи и склейка самого кирпича и соответственно кто там через какой же наверное это все проработано и разработаны чертежи и то как это работает если это на ролике просто не представлю ну хотелось бы на это будет злинуть более детально на сам технологический как раз так что как он подается с каким образом нивелируется ошибка да то есть робота что-то не успел поставить очень-очень много до всего этого есть семена застыл там что-то еще там может быть кого-то там массу 3 а там еще что-то случилось да вот это масса на давит обычно сверху да и дела да мы долго занимались у нас там есть вибрация мы даже делали как присутствует там там очень интересно все когда происходит да вы правы абсолютно там самом деле сложно да и интересный такой как бы путь проекта сократить рабочие места да то есть вот прям так звучит колоссально просто как слушаешь думаешь вот что за такие варвары сокращают рабочие места знаете что я уже об этом я вам скажу знаете здесь на самом деле когда мы проанализировали рынок наш основной рынок не в россии и вот у нас две модели одна значит флайбрик правильная там можно да но там на самом деле другая проблема они не очень хотят нас видеть наших наших рабочих и так далее там есть определенная проблема с теми людьми которые туда приезжают евросоюз и работает вместо нашего вот поэтому они там и там основной рынок если вы посмотрите мы когда анализировали на кирпичной вкладке он европе в россии он всего лишь два завода венербергера в россии в европе 140 понимаете да я анализировал я посмотрю как вы проанализировали может быть так и да то есть но мы анализировали на основании данных на просто может завода монополисты какие-то я не знаю который выпускает каких 20 заводов то есть это тоже как бы какой завод у нас гигиенетизм был свое время то есть если мы что-то строили так она могла там и пол европы снабдить чем-то да то есть там что говорить с нас там мы и подводные лодки и всякие различные такие свечи которые на весь мир я вам я вам отдам отчеты там все там все это есть на самом деле понятно что можно сравнивать с какими-то не кинофильмами но реально вот в индии столько же заводов сколько и в россии венербергера да хотя население больше в девять раз да вот потому что просто кирпич никому покупать население бедное строить из тростника возможно еще раз самое такое наверное интересный вопрос то есть в этом про нарезали разные рынки но вы даже есть такая аббревиатура брикс наверное на слышали или нет нет есть разная аббревиатура то есть мы свой знак зарегистрировали вы понимаете хорошо ладно я могу жарим и коллеги извините у нас уже тайминг тайминг это хорошо просто самый важный вопрос что шейк забыл про китайский рынок и может я я его обошел стороной я обошел стороной рынок австралии основного конкурента и обошел стороной китай вот без китая у нас два с половиной миллиарда без китая нет конкурентов а если мы возьмем китая то их полно китай кирпич на самом деле традиционный все знают эту стену знаменитую а вот и мы знаем мы знаем что они может быть справиться без нас а может и нет они они ходили вокруг нас два месяца так хорошо прощение дать слова вам петрович и вам петрович да коллеги здрасте но смотрите мне значит проект вообще никак не понравилось вообще а то как вы презентовали как бы отличную идею найдет хуже просто не бывает потому что если хотите кто-то похоронить то продолжать в том же духе значит тема тема строительства роботами она актуальна след от этой темы она будет развиваться но если вы так и в дальнейшем будете продавать ваш проект вы никогда его не продадите это прямо первое поэтому либо вы напомнили в каждом слайде пишите себе текст и прочитаете каждый текст на по каждому слайду и прям профессиональный текст такой чтобы сидеть он продавал либо с вами будем долго упорно разглагольствовать ничем потому что я знаю три компании construction роботикс фазбрик роботикс и роботехнологии собственно вообще пишут софт для именно таких вот роботов ну то есть сами по себе вот это первый нюанс второе нюанс когда говорите что нет конкурентов это 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 неправда у вас конкурент есть причине того что у них уже готовый продукт а у вас даже продукта еще нету если вы в этом считаете что нет конкурент что у них уже есть нога это или рука это которая что-то строит уже а вас только проект то безусловно конкурентов вас нет потому что с продукта нет на самом деле далее касательно и денег я честно скажу я не совсем понял на что было потрачено 5 миллионов вы это не раскрыли сейчас раскрывать это не нужно потому что это не под не понятно на что дальше я не понял есть ли у вас патент на эту технологию или нет патента на технологии если есть какие-либо патенты я не по торговым а про технологию про саму когда есть о чем вообще говорите что обсуждать но на данный момент идея хорошая идея правильное место ну скажем так бизнес препятствия выбор на правильное все остальное может быть вы их сделали но так как вы за это время ничего не рассказали то у меня ощущение что а вы не знаете какую проблему вы решаете второе вы не показываете не то на что вы потратили деньги вы не показываете ваши интеллектуальные активы потому что они непонятны а из тех фотографий на одна болванка такая одна такая штука и и все если вопрос 5 миллионов у меня 18 мировых патентов я прекрасно знаю сколько стоит регистрация по патенту как программное обеспечение промышленный образец идея она тоже регистрируется только не в россии в сша извещается пенской конвенции и медицинских странах мира а в рамках пенской конвенции россия тоже входит туда же собственно говоря поэтому в рамках презентации мне вообще ничего ну мне не понравился проект хотя идея правильная поэтому я бы предложил бы следующее там вы как-то наверное как как с модным словом переобуйтесь то есть как-то переупакуйтесь что ли сделайте красивую качественную презентацию по дизайну потому что должен быть каждый правильный слайд слайд за слайдом должны идти какую проблему решаете какие конкретно конкуренты потому что конкурентов нужно показывать у нас есть вот там тип 15 конкурентов вот их плюсики а вот их минусики а вот наши плюсы то чем мы отличаемся если вы не проработали конкурентов вы говорите на их их просто нет но блин но это вообще никуда не годится их нужно их нужно изучить они у нас все есть все кого вы перечислили трое вот дальше и пугу в общем первое переупаковаться надо 2 если переупакуешь что уроком на стартап шоу потому что тема хорошая иван петрович извините перебью вас уже нужно подводить итоги по этому стартапу давайте спасибо большое николай до новых встреч до свидания следующий проект летающий аппарат суть проекта это производство летающих квадроциклов и дронов человек который представляет проект марат марат добрый день добрый день все великолепно продолжайте меня зовут марат урункулов я руководитель и главный конструктор проекта летательных аппаратов нового поколения в 1996 году закончил военное училище с отличием золотой медалью в совершенстве владею более чем 15 профессиями среди них инженер эксплуатации колесной и планетанковой техники суть нашего проекта заключается в создании летающего квадроцикла дронов о ближайшей перспективе летающего автомобиля и все необходимые инфраструктуры для их эксплуатации мы первые кто додумался до такого это вызывает определенные трудности при реализации проекта который мы как команда профессионалов с готовностью принимаем и успешно проходим на данный момент у нас есть производственная база со всеми необходимыми разрешениями и документами высококвалифицированный персонал и опытные руководители в числе которых ректор высших учебных заведений кроме того мы планируем привлечь на первом этапе предприятия россии и европы которые смогут выполнять наши заказы наше изобретение по сути не имеет аналогов ближайший конкурент хаверпайк с 3 фирмы хаверсурф не умеет летать он отталкивается от земли за счет эффекта воздушной подушки и висит в метре над землей 2 минуты при 15 заявленных наш аппарат будет свободно подниматься в воздух и осуществлять 5-часовые прилеты за счет использования двигателя внутреннего сгорания толкающих винтов и уникальной гидравлической системы механизм поднимающий аппарат вверх проходит в патентовании и не имеет аналогов в мире его основной принцип передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к толкающим винтам через гидравлику с более подробной информацией об изобретении вы можете ознакомиться на сайте златовин.ком мы собираемся зарабатывать на производстве и продаже летательных аппаратов по всему миру обучении пилотов гарантийным и после гарантийного обслуживания аппаратов мы постараемся единолично занять всю нишу данных транспортных средств и всей необходимой для них инфраструктуры возможность монополизировать дальнюю сферу позволит получить максимальную прибыль от проекта на данный момент мы вложили в проект более 700 тысяч рублей личных средств которые ушли на патентование подготовку всей информации по проекту и размещение ее в интернете наш подход каждый получает то что заработал от каждого по возможностям каждому по заслугам от суммы вложенной инвестором зависит его конечная прибыль минимальная сумма для входа 6 миллионов рублей это стоимость создания первого тяжелого дрона за 3-4 месяца мы уверены после демонстрации его работы инвесторы станут в очередь мы первые и единственные кто в действительности может создать летательные устройства нового типа прямо сейчас наш проект наиболее привлекательный для инвестирования и всех существующих в мире спасибо за внимание спасибо большое итак Сергей ваше мнение и вопросы ну мнение конечно же проект имеет право на жизнь сейчас время таких вот устройств беспилотных разных бесчеловечных летающих аппаратов вполне себе хорошая идея сделать какой-то классный там форм-фактор сделать какие-то новые модификации самих механизмов батарейки туда какие-нибудь тоже хорошие примостить было бы тоже адекватная история вот но конкурировать с крупными компаниями такими как Google Airbus которые уже анонсировали выходить им летом таких устройств которые будут приспособлены и оснащены компьютерным зрением и уже в городской среде будет демонстрировать свои первые результаты конечно амбициозно заявиться туда и кричать криком что мы сейчас как левша подклюем блоху тут на своем каком-то институте и построим этот дрон который всех там удивит вот как минимум я бы в это поверил если испытания шли бы года два потому что я вот power bike или power bike вот такой был у нас опыт общения с подобным проектом приезжала команда приезжала со штатов показывали нам здесь дрон на москвиче мы даже видели как он там перелетел первые пять метров с человеком на нем но потом у него один двигатель задымился этот вращающийся мотор разнес это по всему зданию ну и в общем инвестор вышел и больше не вернулся к этому проекту вот ребята продались китайцам они сделали хороший рост в принципе их забрали вот но действительно базис и создание подобной истории был там ведущей лаборатория американских топовых университетов и команда два с половиной года была одной из лабораторий одного из таких университетов они все сделали то что было необходимо протестировали испробовали и поехали уже продавать готовые и на нем тоже были проблемы поэтому я вам скажу что задача у вас весьма нелегкая причем уже осталось полгода мы работали с этой историей полтора года назад то есть я не знаю куда еще бежать наверное просто можно будет что-то делать у нас какая-то локальная для наших нужд постучаться нужно в государственную дверь какую-нибудь может быть там она откроется и вы будете вполне себе импортозамещением на какой-то период времени здесь но это не инвестиционная история то есть это не частный капитал который не дружит в нашей стране с государством вы знаете да поэтому наверное это будет другой путь развития понял, приятно спасибо большое Александр да я согласен с коллегой что это не частный капитал абсолютно у меня один вопрос небольшая предыстория перед ним я работал с подобной компанией но эти ребята они уже делают дроны которые перевозят грузы у них тоже эти дроны на двигателях внутреннего сгорания это дроны вертолетного типа то есть очень похожи на ваши но у них реально эти дроны работают и у них есть заказы сейчас они пришли ко мне и говорят Саш мы хотим сделать из наших дронов грузовых такси чтобы они привозили людей я говорю ребята вы изучали правовую нормы чтобы это все осуществить они говорят нет я говорю почитайте ребята почитали и отказались от этой идеи полностью у меня вопрос к вам вы изучали юридическую составляющую этого вопроса да у нас есть все лицензии необходимые для работы Марат извините перебью вас можете пожалуйста перепозвонить нам потому что мы вас не видим да могу так ну фотография жизни ну лучше именно видео хорошо что нибудь еще добавите ну что можно еще добавить к такому прекрасному к прекрасной инициативе только пожелать коллегам успехов например то чтобы действительно в таком сложном фокусе они поймали хотя бы одного готового дрона я им пожелаю чтобы можно было посмотреть что он летал чтобы это было как бы заявлено хотя бы можно им какие-то шоу будет проводить это уже хорошая история чтобы не было как с почтой России да? да что с ним случилось прошло? разбился вы помните да то что дрон за миллион рублей типа полетел с почты и разбился через 100 метров там какая была вот так вот письмо наверное было какое-то не то да да повестка так Марат мы вас к сожалению до сих пор не видим а он еще не на связи видишь? а не на связи внизу показывается так что мы походу его это напугали походу Марата Иван Петрович может быть пока мы выслушаем ваше мнение давайте ну смотрите я параллельно сейчас зашел на сайт вот и мне на самом деле нравится подготовительная работа которую провел Марат потому что я думаю что очень позже сами зайдете посмотрите какое количество документов документации собраны это означает что человек прекрасно понимает что проект перспективный возможно в нашей стране он не самый простой не самый легкий это извиняюсь не булочки выпекать и не торговать над как бы аккумуляторами вот это все таки некое ноу-хау поэтому скажем так вот при строительстве дома требуется фундамент вот у этого человека фундамент есть причем он как в научной так и в ночь прикладном состоянии находит это первый нюанс нюанс второй я согласен что скорее всего в нашей стране это возможно не совсем венчурные инвестиции с точки зрения как бы частного инвестора потому что инвестору непонятно будет как это продавать у нас в стране как это развивать у нас в стране но то что это абсолютно международная история некое будущее оно все равно стоит за этим проектом и за этим продуктом это факт потому что в это время летать мы будем это второй момент третий момент у нас года три назад с половиной был такой замечательный проект назывался он колесо дуюнова это отец и сын они сделали колесо мотор это одновременно колесо и оно же мотор само по себе вот следовательно мне видится что как бы коллаборация таких вот технически одаренных товарищей может привести к некому достаточно положительному результату я уж не знаю сколько сможет летать данное устройство и какую тягу оно может показать собственно говоря но искренне хочется верить что скажем так корпус сейчас делает небольшая проблема привинтить туда пропеллеры тоже небольшая проблема вопрос программ обеспечения если извиняюсь будет еще на вопрос программ обеспечения на уровне тех же сам дронов потому что есть же ребята в нашей стране которые тоже делают ПО на все на эти дроны и Тесла тоже самое ездит как бы наше делать электроавтомобили то в целом в целом я вообще не вижу никакой сложности потому что корпус это делается из-за легкосплавных материалов пропеллер и вентилятор те же самые если это колесо мотора и у него позволяет именно тяга тянуть сделал и полетел дальше чисто софт поэтому я не вижу вообще никаких проблем для этого проекта и юридические аспекты да наверное если у нас дроны летать не могут вертолеты летать не могут то возможно это тоже здесь не взлетит все может быть опять же повторюсь что в случае как бы решения вопроса быстрого производства корпусов решения вопроса движителей и двигателей собственно говоря вот в этом смысле и софта мне кажется абсолютно международный проект и может вести куда угодно кстати приведу очень четкий пример помните автомобиль шерп есть такой шерп все над ним ржали потому что управление как у трактора там таких два кабара чага с другой стороны они сотнями продают ежемесячно и основной рынок это США и Канада основной рынок вот и все поэтому тут вопрос не в том хороший продукт или плохой он на данный момент подготовленный на бумаге на бумаге то что они инвестировали во что-то ну молодцы замечай поэтому хоть он нас не слышит но я пригласил его к нам на стартап шоу вот единственное что прошу там Дарью и Полину как-то опять же доупаковать потому что данная презентация она тоже не демонстрирует все возможности данного проекта она не показывает ни конкурентов не показывает рынков не показывает себестоимости производства не показывает техническое решение как у него там все будет летать а то что внутреннее сгорание это хорошо но я допустим архит против вот этого вопроса потому что он вопрос шума опять тайминг у нас переходим к следующему стартапу и так следующий проект станция подзарядки для человека Игорь приветствую да добрый вечер здравствуйте расскажите про ваш проект меня зовут Игорь представляю проект ВУЦ первая в России станция подзарядки для человека во главном по статистике 70 процентов жителей современного мегаполиса испытывает хроническую усталость стресс перерастающий в депрессию это главная проблема классическое решение это отдых лучшее это отдых на природе не мы его придумали сейчас на рынке масса предложений по организации отдыха но в большинстве своем они типичные и не решают на наш взгляд главной задачей это максимального погружения в природу запуск нового отеля всегда это большие деньги это долгий срок окупаемости это высокие издержки и риски теперь представим себе про ВУЦ это персональные апартаменты тонко инсталлированные в дикую природу где единственный человек это наш клиент который управляет всем через телефон каждая станция подключена к IT платформе которая администрирует и соответственно отвечает за сервис и сервисное техническое обслуживание поговорим о конкурентах маркетплейсы мы исключаем они больше наши партнеры конкурентов мы определили на группы это отели гостиницы частные коттеджи сдаются в аренду которые и для красок добавили палатку в лесу оценивали по ключевым на наш взгляд параметрам это как раз погружение в природу безопасность сервисы комфорт и возможность просто и удобно воспользоваться сервисом оценив по этим параметрам мы сформировали ключевые факторы успехами нашего проекта повторимых вуз это индивидуальные апартаменты инсталлированные в дикую природу вуз это мобильная станция которая географически может расположена быть абсолютно в любой точке нашей земли вуз это сеть станций объединенных в одну инфраструктуру управляемых единой айти платформой которая отвечает за сервис сервис для клиента сервисное и техническое обслуживание для сервисного технического обслуживания мы также можем привлекать партнеров нашу бизнес-модель мы начертили по лекалам Александра Астервальда здесь о главном только пройдемся она большая емкая потребительские сегменты мы определили мы знаем что мы продаем по каким каналам мы взаимодействуем с клиентом и какие у нас основные каналы продаж мы знаем что мы будем создавать чего нам во что нам все это дело обойдется какие будут затраты и как мы это будем монетизировать по оценке digital insight онлайн travel в россии за 2018 год это 780 миллиардов рублей выделяем отели и гостиницы отели и гостиницы которые работают в нашем формате это в дикой природе это спа шале и так далее наш ценовой сегмент и получаем долю рынка на который мы хотим побороться и наше целевое значение которым мы хотим прийти это 3 процента по юнит экономики здесь мы брали расчет одной доходности одной станции за один месяц взяли ключевые параметры среднестатистические по нашей тематике загрузка 60 процентов стоимость лида стоимость клиента и получили маржинальную прибыль с одной станции в месяц под ключевым лидером проекта это не студенты к сожалению или к счастью с горящими глазами в принципе многое прошли работали в крупных корпорациях и естественно есть опыт уже организации своего бизнеса знаем что такое маркетинг знаем что такое продажа общение с клиентами умеем строить создавать то о чем говорим этой командой на текущий момент идею мы превратили в концепцию концепцию развили в бизнес проект с бизнес моделью соответственно подготовили все рабочие разработали чертежи эскизы инженерию и так далее и бизнес модель успели протестировать имеем реальные заказы на пока еще не существующий продукт задача на текущий момент собрать две станции протестировать бизнес модель выбрать лучший вариант монетизации и масштабироваться для этого нам нужен собственно инвестор которому мы хотим предложить 15% в компании за 5 миллионов рублей через три года мы готовы прийти к цифре 230 либо около того миллионов рублей для инвестора выход через три года это продажа своей доли либо сооснователем либо шеринговым компаниям Яндекс Драйв и так далее либо крупным сетевым отелем либо какому-то стратегическому инвестору собственно как бы такой наш проект спасибо за внимание надеюсь время было потрачено спасибо да так коллеги ваше мнение так и так спасибо Мечтаете об идеальной сидящей рубашке но стандартный крой не подходит наша уникальная технология умная мерка лучшее решение создайте свою рубашку всего в три клика раз заходим на сайт рубашка на заказ точка ру два выбираем понравившуюся модель рубашки три вводим всего три свои мерки и система автоматически выдает оставшиеся параметры вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки рубашка на заказ точка ру подчеркнем вашу индивидуальность на раз два три так вот а есть ли у вас или у кого-то из вашей команды опыт вообще в отельном бизнесе что этого я не увидел да вы правильно заметили отельеров среди нас нет и мы этого участника команды планируем привлекать окей я понял еще вопрос вы планируете эти станции ставить то есть это одна станция находится допустим в одном месте другая станция находится в другом допустим в конце москвы или в другом конце с другой стороны москвы и так далее то есть они будут очень разрозненные правильно я понимаю? все верно а как вы планируете их обслуживать я услышал что у вас обслуживание с помощью там вот айти системы и так далее но нужны же люди нужны же после каждого человека что-то сломается что-то испортится и еще вопрос сразу же если они у вас такие разрозненные как вы будете подводить коммуникации к каждой из этих станций это довольно затратная штука верно правильное замечание здесь можем сказать о следующем то что мы стремимся к максимальной автономности на текущий момент мы добились того что у нас станция не зависит от воды и канализации единственное что нам нужно это электричество и то мы частично этот вопрос уже решили то есть место это одно из ключевых скажем так факторов уау-эффекта этого проекта то есть это очень важно что касается места на текущий момент занимаясь поиском участков в Москве мы выбирали допустим различные КФХ различные территории больших там советских санаториев и так далее где можем подключиться к электричеству то есть в электричестве и автономности максимально мы пока не можем добиться то есть оно нам нужно вот но при этом мы можем условно говоря станцию отвести там за два километра от основной инфраструктуры там отеля либо там КФХ и так далее и запитать ее от электричества при этом вода канализация нам не нужны у нас есть технический модуль в котором все это реализовано участие человека в этом не нужно что касается сервиса решается это следующим образом для обслуживания допустим уборки да если мы говорим об этом и технического обслуживания станции сервисы уборки это мы опять же в зависимости от локации мы смотрим если мы договариваемся с какой территорией отеля договариваемся с ними да то есть у нас в нашу финансовую модель заложены затраты на аренду затраты на охрану затраты на обслуживание либо мы договариваемся подключаем к нашей IT платформе местных договариваемся с местным населением кто поблизости соответственно платформа отправляет им смс когда клиент уехал человек приезжает убирается по системе шеринга делает фотографии условно говоря отправляет их в сервис то что до было уборки то что после и соответственно получает за это деньги то есть такие варианты окей понял спасибо большое так Сергей ваше мнение и вопрос мое мнение то что какой то действительно если кейс как сделать массовый вброс этих устройств и как их можно создать может быть на каких то может непрямых вложениях денег то есть вы продумали какие то варианты не совсем понял вопрос вы продумали варианты хорошо то есть вам какая сумма инвестиций нужна для того чтобы распространить их в каком то базовом количестве сколько как мы это видим как мы видим вообще распространение нам нужно две станции для того чтобы текущую финансовую модель оценить еще раз повторюсь что мы брали средние показатели по метрикам по юнит экономики вот именно в нашем сегменте да по стоимости лида и так далее и тому подобное для того чтобы поставить две станции условно говоря нам нужно порядка там четырех миллионов рублей да а дальше мы видим реализацию развития масштабирования это через франшизу через частных инвесторов которые подключаются на которых мы тоже зарабатываем деньги плюс соответственно монетизация это краткосрочная аренда и сопутствующие услуги то есть отвечая на ваш вопрос масштабирование через франшизу и через частных инвесторов которые видят то что проект уже реально существует приносит деньги и в нашей финансовой модели мы закладывали то что частный инвестор может получать порядка 20 процентов и пяти от станции в месяц но вот в этой модели единственное вам скажу что 20 процентов станции в которые вкладывают 100 процентов капитала так как даже смешно да то есть если вы хотите заработать деньги на инвесторе то я вам раскрою тайну инвестор будет зарабатывать деньги на вас до тех пор пока вы не обратитесь уже в самостоятельное какое-то зарабатывающее подразделение да то есть структуру которая не нуждается в инвестициях то есть для этого я вкладываю вас деньги потому что я хочу с вас заработать или с вами заработать что я бы сказал в первую очередь вы хотите с меня заработать я не буду вам вкладывать деньги извините интересное мнение Иван Петрович ваш комментарий ну смотрите коллеги значит у меня касается данного проекта достаточно большой скепсис поясню почему значит эхо большое альо станция ваша прием станция как слышно да все теперь отлично хорошо смотрите у меня скепс и он вызван чем ну первое вы сами сказали что хочешь не хочешь это пилот у вас то есть вы сейчас проверяете данную модель саму по себе и вам для этого нужно 5 миллионов чтобы ее проверить ну вот те вопросы которые коллеги задали касательно вот все высказанного они в принципе говорят о том что проект ну именно находится стадии пилота это раз второй момент если это смотрите как ательерная история то на мой взгляд это не рабочая изначальная концепция что мне понравилось скажу сразу что мне понравилось мне понравилась как бы подача то есть первый слайд очень хороший энергетическая станция энергетическая станция она хорошо может обложиться в тему того когда любой человек может себе прикупить немного энергетической станции я не совсем понял на какой платформе это сделано и показалось что на что-то наподобие восьмидесятифутового контейнера или я ошибся выбрала вот взяли за базу восьмидесятифутовый контейнер в него запаковали тогда в этом случае модель есть только собственно говоря ну одна практическая это продажа этих кирпичей этих контейнеров вот вот следовательно в этом случае если эта продажа будет дополнена каким-то сервисом например там сервисом по покупке или по аренде земли тогда в этом случае я там все это прекрасно понимаю что я хочу на Ильинском шоссе значит поставить себе такой домик допустим один там один контейнер стоит не знаю там один миллион рублей полностью под ключ два контейнера стоит там миллион девятьсот три и так далее с возможностью разумеется масштабирования сервисного обслуживания тогда в этом случае я и как многие другие мы получаем некую станцию о которой вы сказали это моя забота как ее убирать как ее содержать мне важно что я за сравнительно недорогие деньги я приобретаю себе станцию для отдыха она может быть сделана по фуншу с экологическими чистыми не знаю какими материалами быть либо все таки из контейнера либо из нержавейки из которых делать столбы световые потому что вообще нержавеющая она вечная получается пусть она дороже но вечная а не 50-60 лет вот тогда это можно обрастать сервисами понимаете то есть можно и с домофондом и с цианом отрабатывать можно и делать там собственную платформу где сдают в аренду эту землю допустим кто-то хочет продать а кто-то хочет сдать не знаю там на 49 лет я знаю что ага я взял в аренду кусок земли поставил там значит свою историю под это под все можно добавлять другие там похожие опции там автоматическая грядка с автополивом как опциональные чего можно ваши последние слова так сказать в этой передаче давайте мы последние слова не звучат следующим образом значит идея коллеги извините идея она хорошая месседж то что это станция для подзарядки очень хорошая проблемачка которая значит очень хорошая а вот бизнес модель бизнес модель или вектор то за счет чего будете монетизироваться сервисное обслуживание я считаю что просто не тот путь выбора знаете почему а потому что в итоге в итоге это дом на колесах только в вашем случае это не дом на колесах ну это вот тот самый кемпинг у нас был такой проект как вот шеринг автомобилей только шеринг домов на колесах так только это не там станция где подзарядиться собственно говоря а станция где потрахаться и по другому ты не скажешь вот поэтому если вы делаете именно станцию для подзарядки это просто продажа недвижимости это очень хороший на самом деле проект хорошая идея и если вы сможете реализовать что там типа за один день мне привозят ставят ее еще за один день я получаю какой-то кусок недвижимость возможно в покупку а возможно и в аренду почему нет мы вас поняли публичный дом на колесах так все Игорь большое спасибо Иван большое спасибо коллеги большое вам спасибо сегодня с нами был Сергей Ручьев Александр Пустовит а меня зовут Иван всем спасибо всем пока всем пока субтитры сделал DimaTorzok я